Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я побывала в фикс прайсе. Насмотрелась я видео российских блогеров, какая там у них красота, какие там золотистые коллекции, какие там тарелочки. Естественно, мне туда очень захотелось съездить и посмотреть. Но я поехала бы в любом случае в фикс прайс, потому что мне надо был корм для кота. Я же знаю, и вы знаете, что он у меня привередливый. И сегодня я нашла даже для него с форелью то, что он любит. Вот. Купила я 11 пачек таких. Также я купила пару штучек вот этих вот. Тоже он такой вот любит, как корм для сериализованных котов. И решила я попробовать опять вот такой вот дешевый корм. Китикит. Когда он у нас появился, кот, Ариша ему покупала, но он не ел. Он вылизывал только то, что тут вот жидкость какая была, слизывал эти кусочки. Они лежали, засыхали, и я выбрасывала вон. Но думаю, все-таки попробую я. Ну вот время прошло, может быть, тем более он сегодня гулял на улице, был голодный. Думаю, ну съез же он это. Нет, девочки, положила я ему немножко. Он полизал, полизал, и эти все кусочки, а там такие кубички, они остались лежать в тарелке. Сухие, теперь они засохнут, и, естественно, я выброшу вон. Вот эта вот пачечка стоит 40 копеек, а вот эта 66. На 26 копеек дешевле. Но получается, что скупой платит дважды. Покупаешь и выбрасываешь. Вот такой вот у нас кот. Что я еще купила? Я купила шампунь. Шампунь для сухих и ломких волос. Я его такой уже пробовала. Мне он очень понравился. Волосы после него прекрасные. Пенный. Не помню, правда, как он пахнет. И пахнет он очень вкусным. Здесь эти самые авокадо. С маслом авокадо. Я его уже такой брала. Мне понравился. Я очень рада, что я пришла, и там он еще такой есть. Потому что остальные шампуни, которые появились, они уже намного дороже. Они уже по 4 рубля, значит, это вот старые остатки. Также я купила себе бальзамополаскиватель. Я его тоже брала. Как только у нас фикс прайс появился, я такой вот бальзамчик покупала. Ну, а потом, знаете, вот приходишь, видишь что-то другое, хочется попробовать. Сейчас только остались вот эти вот банки и бутылки, которые я вам показывала в пустых баночках. Рассказывала, что он мне не очень понравился. А здесь вот шоколад с орешками. И волосы после него прекрасные. Такие шелковистые, хорошо расчесываются. Взяла, конечно, вот такую вот упаковочку ватных дисков. Рубль. Всего лишь рубль. Да, а бальзам 2,50 тоже не подорожал. Пока еще цена на него не подросла. Потому что очень многие товары, там уже что были 6, стали 7. Что были 3, стали 4. Фикс прайс тоже потихоньку дорожает. Взяла вот такой вот чай. Липтон с вишней, черной. Был с лимончиком, но он был зеленый. Я чай зеленый не люблю. Вот. В общем-то, конечно, самый вкусный чай, это тот, который рассыпной, с листиков, заваривается. Там он будет ароматный. Но я чаще пью кофе и очень ленюсь заваривать чай. Потом ленюсь мыть эту емкость от этих вот листочков. У меня есть такой чай хороший. Вот. Мне когда-то дарила Таня в красивой банке. Мне когда-то моя подписчица Олеся была, привезла красивую банку. Я все это открыла, я все это попробовала. Но так у меня и стоит такое украшение. Чай в банке. Вот. Поэтому вот в пакетиках я люблю, чтобы он у меня был. Потому что Люда бывает во время обеда прибегает. А когда она прибегает там буквально на 20 минут, она кричит, мне не надо, только кофе мне не вари, мне быстренько-быстренько чаек. Ну вот. Теперь вот такой у меня чаек. Взяла сгущенку. Ну, думаю, что может пригодиться. Взяла баночку кукурузы. У меня, в общем-то, была. Где тут вверх, где тут вниз. Но я вчера, мне вечером захотелось, я ее открыла и всю эту банку съела. Поэтому, думаю, надо в запасы взять. Ну, скоро ж праздники. Мало ли, я вдруг салат какой-нибудь сделаю. Вот. Ну и, наверное, это все. Вот. Взяла вот такие вот, вот такую вот красоту. Как он тут называется, девочки? Золото. Золото. Золото пиратов. Здесь шоколадочки. Шоколадочки, монеточки. Я как-то подумала, что вот Максюше в подарок я купила игрушку. Купила в коробке орешки. Нет, не орешки, грибочки. Грибочки такие с шоколадными шляпочками. И мыльца. И думаю, ну, надо же какие-то конфетки положить. Ну, а так как подарок покупать ему с конфетами, думаю, ну, это слишком много будет конфет, потому что и маме, и папе дадут конфеты на предприятии обязательно. А у них дают большие подарки. Ребенку нельзя столько много конфет есть. Ну, и подумала, что вот это вот как бы-то будет более интересно. Вот. Чтобы в подарке были вот такие вот, вот такие симпатичные медальки. Ну, и себя я, конечно, не забыла, раз я там была. Я купила конфеты. Девочки, я не удержалась и попробовала. Вот такой вот набор конфет. Были еще там с другим ароматом в белых этих самых оболочках. Конфетки вот так вот интересно завернуты. Только вот это вот сверху, хвостик этот. И внутри они просто с очень такого черного шоколада оболочка у них. И внутри, сейчас я вам покажу. Вот такая вот, смотрите, даже тут как выгравлена, выдавлена. Там какая-то красота на ней. Вот. И как слиток золота точно. Вот формочки такой вот черненькая. Очень плотный верхний слой. Такой вот немножко с горчинкой. Как хороший шоколад. Мне понравилось. Я вот перед этим уже съела конфету. Не вытерпела. И внутри вот такое вот светленькое. Но оно не жидкое, а просто такая приятная, приятная, светлая сливочная масса. Я вот даже подумала, может быть, мне такие конфеты на ёлку повешат. На мою белую ёлку. Ну, вот и всё. Вот и весь мой поход в фикс прайс. Не знаю, до Нового года я ещё раз поеду или нет. Наверное, поеду, потому что у кота я купила не на целый месяц. Вот. Придётся, может быть, что придётся ещё раз ехать. Но я думаю, что пополняться товарами там какими-то новогодними уже навряд ли будет. Будут допродавать то, что там есть. И странно, что я не видела этих всех красивых серий золотистых. И сейчас вот у них там какие-то серебристые серии, шкатулочки. Эти самые такие вот подставочки с зеркалом. Но я, правда, не хожу, конечно, в фикс прайс, что не каждый день, не через день. Но я не думаю, что если я была на той неделе и теперь на этой неделе, что там за неделю прямо разбирают всё это мгновенно. Хоть что-то, но должно уж было там остаться. Вот. Но, увы, не балует нас фикс прайс. Совсем не балует. Только вот цены теперь растут. Только растут цены. Ну вот и всё, мои дорогие. На сегодня... На сегодня всё. Вот такая у меня была поездка. Вот такие вот у меня покупочки.